Господа, Антонио здесь. Нужно ли брить подмышки? Избавит ли это от неприятного запаха? О, как часто мне задавали этот вопрос. Но я не могу ответить каждому, ведь большинство из нас чувствует правильный ответ. Исследование 1953 года якобы окончательно дало ответ, и в течение 60 лет никаких исследований не проводилось. И в 2011-м чешские исследователи решили проверить, насколько легитимным оказалось это исследование, и насколько оно корректно. И эти результаты удивят вас. Перед тем, как мы начнем, господа, подписывайтесь на канал, и вы не пропустите ни одного свежего видео. Кроме того, если вам понравилось это видео, и вы нашли его полезным, ставьте лайк. Если вы оставите комментарий, я буду рад его прочесть. Я люблю общаться с подписчиками. Мне важно знать ваше мнение. Что ж, это достаточно интересно. Если взглянуть относительно девушек, если они не бреют подмышки, о чем вы думаете? Дайте мне знать в комментариях. Я уверен, что вы чувствуете отвращение. Возможно, неприязнь. Но почему мы так думаем? Откуда все пошло? Должно ли это касаться мужчин? Вот я не брею подмышки. Я думаю, как и большинство мужчин. Но кто это делает, им нравится это. Нравятся чувства. Предпочитают так выглядеть. И большинство старых исследований говорило, что от этого появляется плохой запах. Но в конце 2011-го в Чешской Республике провели исследование с волонтерами. Мужчинам нужно было воздерживаться. Как по мне, это было трудно. Возможно, воздерживаться от секса, от поедания определенных продуктов, чеснок, лук, использовать дезодоранты и прочее. Некоторые брили свои подмышки и оставили их расти на 8 недель. Другие брили только одну подмышку. Третьи просто держали их, как обычно. Потом они призвали девушек в качестве нюхачей. В первом исследовании они просто нюхали их подмышки. Но в этом, в течение 24 часов, нужно было носить хлопковую марлю в подмышке, что позволило впитать все запахи. И они проводили контроль 4 раза за исследование, что достаточно тщательно. И какой же был результат? Что вы думаете? Подтвердилось исследование 1953-го. Даже если исследование было достаточно хорошо проведено, осталась одна проблема. Времена меняются. Человеческое восприятие меняется. И это исследование уже не действительно. Большинство из нас осознало, что натуральный запах в разумных пределах – это неплохо. И он повышает привлекательность для других людей. Знаете, многое поменялось. Вы увидите много мужчин, которые полностью бреют свое тело. Но я к ним не отношусь. Вернемся к исследованию 2011-го. Что они обнаружили? В первой части эксперимента у мужчин, которые бреют подмышки, девушки определили интенсивность приятности и привлекательности гораздо выше. Во второй, третьей и четвертой частях эксперимента не было никакой разницы. Итак, что это значит? Это нам говорит, что, скорее всего, исследование 1953-го было немного раздутым. И основываясь на результатах третьей и четвертой части эксперимента, статистической разницы не обнаружено. Возможно, первая часть эксперимента является аномальной, или ей придают слишком много значения. Помните, что говорится о 24-часовом периоде? Я не знаю, что будет после 48-72 часов. Надеюсь, вы примете ванну или душ. Но смысл в том, что в течение суток нет большой разницы в запахе. Бреете свои подмышки? Или там целая растительность? Опять же, девушки нюхали подмышки парней. Извините, такое уж было исследование. Да, не очень сексуально. Но когда дело доходит до плотности запаха, приятности и привлекательности, большой разницы не обнаруживается. Даже несмотря на результаты первого, остальные эксперименты сравнивают результат. Если мы спросим ученых с 10-килограммовым мозгом, они подтвердят, что нет особой разницы. Итак, как вы можете это использовать? Ну, единственная причина, чтобы брить подмышки – ваши ощущения. Если вам нравится так выглядеть, смотрите сами. Также интересный вопрос. Почему девушки бреют свои подмышки? Как так сложилось? Парни, подумайте сами. Существует целая индустрия, которая продает лезвия. Кремы для бритья и все в этом духе. Они все навязывают. Я удивляюсь, как так получилось, что мужчинам говорят, что они должны брить все части тела. О, погодите минуту. У меня тут лосьон для бритья тела, который популярен в местной аптеке. Итак, да, сейчас полно такой продукции. Я хочу, чтобы вы, друзья, владели этой информацией, так как вы можете принять правильное решение. Вам понравилось? У меня тонна видео на моем канале. Если вам нужно больше науки о стиле, пройдите мои персональные курсы в разных вариациях. Неважно, чего вы хотите. Все это есть на моих курсах. Берегите себя, друзья. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.